КАРИРУ 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 Минасан, коничива! Это канал Тачко ТВ. Сегодня я хочу с вами разобрать два глагола кариру и кассу. Потому что из личного опыта, вот, например, мне стало ясно, что ученики часто путают эти два глагола. Что же дать в долг означает, а что же означает взять в долг. Ну, то есть и употребление тоже, какие частички там используются и так далее. И поэтому я сегодня решила уделить этим глаголам внимание. Сначала давайте посмотрим, какой глагол же что означает. Итак, глагол КАРИРУ КАРИРУ означает занять у кого-то, взять, брать в долг у кого-то, позаимствовать, арендовать. А вот глагол КАСУ означает занять кому-то, одолжить, дать кому-то в долг, отдать в аренду. Значения мы выяснили, а теперь сначала посмотрим примеры, потом обратим внимание, какие же частички используются с тем или иным глаголом и что оформляется частичкой НИ. Тот, кто дает, или тот, кто, наоборот, берет взаймы. Или вот, например, сейчас мы все примеры прочитаем, и вы даже сами все поймете. Я думаю, что так и будет. Ничего сложного здесь нет. Итак, глагол КАРИРУ брать в долг, взаймы, одалживать. Первый пример. Я занял у друга тысячу иен. Ну, дословно, я у друга, видите, здесь частичкой НИ, с падежом НИ у друга, ЮДИННИ, КАНЕО, ДЕНЕГ, что? ДЕНЬГИ, да, ДЕНЕГ, тысячу иен, занял, каритат, взял взаймы. Дальше, второй пример. ТОЩЁКАН ДЕ ХОН ВО КАРИРУ. ТОЩЁКАН ДЕ ХОН ВО КАРИРУ. Одолжить, взять книгу в библиотеке, арендовать книгу в библиотеке. Как-то так. Здесь падеж ДЕ у нас. ТОЩЁКАН ДЕ ХОН ВО КАРИРУ. Дальше, ТОЮРЕ О ОКАРИ ДЕКИМАСКА. ТОЮРЕ О ОКАРИ ДЕКИМАСКА. Переведем так. Могу ли я воспользоваться туалетом? Можно ли арендовать туалет? Ну, или хотите еще дословно, можно ли взять в долг туалет? Ну, как-то так. Здесь у нас просто, смотрите, вежливая конструкция идет, мы ее сильно останавливаться на этом не будем сейчас. ОКАРИ ДЕКИМАС. Вот. Ну, если просто сказать, то тогда ТОЮРЕ О КАРИРУ. То есть, взять в долг туалет, дословно, воспользоваться туалетом. Дальше, пример. АНИ НИ ГОСЕНЕН КАРИТЕИРУ. АНИ НИ ГОСЕНЕН КАРИТЕИРУ. Я должен брату старшему пять тысяч йен. Почему не занял? Не, мы можем на русский язык перевести, как я занял у брата пять тысяч йен, и сейчас вот я ему пять тысяч йен должен. Просто, чтобы вы понимали, что здесь, вот, где-то у нас было, а вот в первом предложении, я занял у друга тысячу йен, КАРИТА, занял. А здесь именно вот подразумевается, что я должен старшему брату пять тысяч йен. Почему? Потому что здесь длительный вид глагола КАРИРУ, что означает состояние. И если мы буквально переведем, тогда получится я в состоянии долга в пять тысяч йен старшему брату. Ну, совсем некрасиво, но это так совсем-совсем буквально. То есть, КАРИТАИРУ здесь это не то, не тот длительный вид, который означает, например, я сейчас кушаю ИМАТАБЭТАИРУ. А это означает состояние. Это не то, что мы делаем настоящий в данный момент, например, ИМАХОНОЙОНДАИРУ. Сейчас делаю, сейчас читаю книгу. Это состояние. То есть, я должен брату пять тысяч йен. Где-то уже был урок на эту тему. Там, по-моему, мы сравнивали ИТИРУ и ИТАРУ. То есть, если интересно, пожалуйста, можете посмотреть. Могу ссылку оставить, так и сделаю, оставлю ссылку под этим роликом. Или в комментариях к этому ролику. Прикиплю комментарий. Так, и последний пример. АПАТООКОРИРУ. АПАТООКОРИРУ. Что означает СНИМАТЬ КВАРТИРУ, АРЕНДОВАТЬ КВАРТИРУ, БРАТЬ ВЗАЙМЫ КВАРТИРУ. Следующий глагол КАССУ. ОДАЛЖИВАТЬ КОМУ-ТО ЧТО-ТО, ДАТЬ КОМУ-ТО ЧТО-ТО В ДОЛГ. Примеры с этим глаголом. КАНЕОКОСУ. ДАТЬ ДЕНЕГ ВЗАЙМЫ, ОДАЛЖИТЬ ДЕНЬГИ. ДАЛЬШЕ. АПАТООКОСУ. Там у нас было АПАТООКОРИРУ. Это значит арендовать квартиру, брать в долг квартиру. А здесь АПАТООКОСУ. Это значит сдавать квартиру. КОМУ-ТО. ДАЛЬШЕ. ТОМО-ДАЧИНИ ХОНУО КАСУ. ТОМО-ДАЧИНИ ХОНУО КАСУ. ОДАЛЖИТЬ ДРУГУ КНИГУ. ТОЕСЬ КОМУ ОДАЛЖИВАЕМ? С ПАДИЖОМ НИ. ТОМО-ДАЧИНИ ДРУГУ ХОНУО КНИГУ КАСУ. ОДАЛЖИТЬ. ДАЛЬШЕ. КАРЕНИ СЕНЕН КАСТА. КАРЕНИ СЕНЕН КАСТА. Я дал в долг ему 1000 йен. Я одолжил ему 1000 йен. Карени ему 1000 йен качта. Одолжил. Дальше пример. Переведем, как мы сдаем ей квартиру. Кому мы сдаем, кому даем в долг с падежом ни снова, а потом квартиру качтеиру. Здесь вот тоже качтеиру в длительный вид у нас, потому что действие это происходит. Ну то есть по сути это тоже состояние, просто оно длится долгое-долгое время. То есть мы сейчас в состоянии сдачи квартиры ей. Ну это если так совсем буквально. Вот все-таки посмотрите, если кому-то интересно, вот это вот видео. Там более подробно все рассказано о состоянии теиру и теару. Хорошо, и последний пример. Переведем, как не займешь денег? Не займешь ли мне денег? Как мы видели в примерах, когда берем в долг у кого-то что-то, да, одалживаем с глаголом кариру. Кариру, брать в долг, одалживать. То тот, у кого занимаем, у кого мы берем в долг, оформляется падежом ни. Иногда падежами д или кара. Например, томо дачи ни кариру. Томо дачи ни кариру. Занять у друга. Томо дачи ни у друга. У друга одалживаем. У кого одалживаем, у кого берем в долг, оформляем, падежом ни. Томо дачи ни кариру. Я занимаю у друга. Томо дачи ни. А если, когда мы даем в долг, да, когда дают в долг с глаголом кассу, потому что кассу глагол означает давать в долг, не брать, а наоборот давать кассу, то падежом ни оформляется тот, кому дают. Получается томо дачи ни кариру. Даем другу в долг. Одалжить другу. Я одалживаю другу. Томо дачи ни кариру. И так можно вывести такие некие маленькие конструкции. Например, я у кого-то ни кариру. Я занимаю у кого-то. Я у кого-то ни кариру. Ну там что-то еще будет, да, с падежом о. Что-то там кариру. Я у кого-то ни кариру. Или я кому-то ни кассу. Я одалживаю кому-то. Я кому-то ни кассу. И еще, чтобы запомнить сами слова, можно запомнить с помощью ассоциаций, которые пришли мне в голову. Может, у кого-то, конечно, лучше получится что-то такое придумать. Ну вот, например, кариру. Одолжить кари у друга. Ну, чтобы запомнить, да, саму лексику кариру и кассу. Что означает? Что, какой глагол, что означает? Кариру похоже на кари, начало слова, то есть, одолжить кари у друга. Взять в долг кари у друга. А кассу похоже на русское слово касса. И поэтому можно запомнить так. Дать в долг грабителю кассу банка. Дать в долг грабителю кассу банка. Позычить ему. То есть, дать ему в долг. Вот, и вообще, чем, конечно, абсурднее будут ваши ассоциации для того, чтобы запомнить слова, тем лучше вы их будете запоминать. Если у кого-то какие-то есть предположения, как можно еще, ну, какие-то ассоциации, да, как можно запомнить эти слова, то обязательно поделитесь в комментарии. Мне будет очень интересно почитать. Кроме того, с этими глаголами есть очень интересные выражения. И некоторыми из них я сейчас хочу с вами поделиться. Например, с глаголом кассу, одолжить, дать в долг. Тие о кассу, тие о кассу, дать кому-то совет. Дословно, тие переводится как ум, разум. Тие о кассу, такая идиома. То есть, дать кому-то взаймы, ум, разум, дать кому-то совет. Дальше. Тикара или те о кассу. Тикара или те о кассу. Оказать кому-то помощь. То есть, дословно, одолжить кому-то силу или, ну, в случае с рукой, да, одолжить кому-то руку. То есть, подать кому-то руку помощи, оказать кому-то помощь. Дальше, токио кассу, дать время, срок кому-то для чего-то, ну возможно обдумать что-то или еще там что-то, то есть позычить время, дать взаймы время, дословный перевод. Дальше, мимио кассу, выслушать, например, послушайте, пожалуйста, или на русский еще можно перевести, можно вас на минутку. Ну и с глаголом кариру, одно выражение, это тьео кариру, взять у кого-то совет, ну то есть посоветоваться с кем-то, да, это дословно, что взять в долг у кого-то совет, например, тьео каринику, пойти к кому-то за советом. Ну и вот я тут написала, что тьео переводится дословно как ум-разум, ну а в устойчивых выражениях, таких как мы только что рассмотрели, оно конечно же может переводиться по-разному. Это все, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Подписывайтесь на канал .тв, будем учить японский вместе. Ну а тем, кто постоянно смотрит мои видео-уроки, надеюсь, что они вам помогают, хотя бы чуточку помогают. И спасибо вам большое, я и дальше буду то-темо, то-темо стараться для вас. С вами, как всегда, была я, Тачико. Ча-не.